Всем привет! Это новая серия проекта New Crane и я сегодня нахожусь в Днепре. А сюда я приехал для того, чтобы рассказать об индустриальном парке, который создается в Днепропетровской области. Он будет работать в городе Павлограде. Индустриальные парки это достаточно распространенное явление в Евросоюзе, особенно в странах Восточной Европы. Это один из распространенных и проверенных способов привлечения инвесторов, особенно в проблемные города, города, где старая промышленность отмирает, и приходится привлекать какие-то новые предприятия, чтобы создавать рабочие места. Соответственно, эта тема очень актуальна для Украины, но в Украине индустриальные парки пока только-только создаются. Если в Кожи-Польше они около 15 лет уже работают, и там уже есть готовые и построенные предприятия, то у нас пока что еще таких примеров нет. Только-только индустриальные парки запускаются. Но уже сейчас я бы хотел рассказать о том, как этот процесс проходит. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. И сегодня я приехал сюда, чтобы пообщаться с Александром Коломийцевым, который здесь, в Днепропетровской области, отвечает, собственно, за эти вопросы, занимается развитием индустриального парка в Павлограде. Он расскажет нам, как сейчас создается этот парк, какие инвесторы сюда собираются зайти, и какие проблемы есть сейчас, которые, так скажем, стоят на пути у создателей этого проекта. Как подходит государство у нас к решению вопроса индустриального парка? Это должно быть Гринфельд, то есть голая территория, без коммуникации, без строения, без какой-либо инфраструктуры. И после этого идет регистрация индустриального парка. К индустриальному парку выбирается управляющая компания после проведения конкурса. И управляющая компания имеет уже возможность заключать договора с субъектом хозяйствования, кто будет заниматься работой в индустриальном парке, кто будет строить. Значит, тут, скажем, опыт, сейчас действительно мы нажимаем этот опыт, то есть Украина. Мы вот входим в такое, скажем, можно сказать, сообщество индустриальных парков и совместно всегда часто обсуждаем, скажем, какие проблемы у нас есть. Какие у нас проблемы на сегодня? Это в первую очередь, это отсутствие, естественно, инфраструктуры на территории самого индустриального парка. То есть нам этот вопрос надо как-то решать. А вот к этому полю, в котором он будет организован, туда подведена хотя бы железная дорога, какие-то действительно коммуникации, линии электропередач? Вот эту логистику мы как раз и выбирали. Когда мы брали индустриальный парк, мы брали, чтобы у нас была железная дорога, возможность подключения. То есть выбирали такой участок, который бы максимально был комфортным. Мы выбрали Павлоград. Почему? Ну, во-первых, это промышленный город, где сосредоточено, скажем, на квадратный метр, наверное, в Днепропетровской области максимально промышленных объектов. И, к сожалению, они сейчас не в самом лучшем состоянии, потому как наша промышленность не сильно загружена. На сегодня это самый большой индустриальный парк, это 250 гектаров земли. То есть в Украине такого большего размера нет. Значит, почему? Потому что приезжают иностранные делегации или обращаются инвесторы. Нам необходимо разместить взвод такого-то, например, направления. Все. Дальше наша задача как конституционного центра, как администрации, да помочь инвестору. Мы начинаем искать территорию, которая бы соответствовала их критериям. Какие критерии будут? Ровная площадка, наличие недалеко города для того, чтобы рабочие добирались беспрепятственно. Возможно, возможность подключения к инфраструктуре, то есть вода, свет, электроэнергия, сброс воды. Ну, то есть эти вопросы все, в принципе, стандартные. Но таким критериям не все площадки соответствуют. То есть если сейчас мы возьмем карту пригорода, да, то там либо будут поля колхозные, извиняюсь, не колхозные, поля фермеров, да, либо это будет чья-то частная территория, либо мы упрёмся в том, что это будет не соответствовать экологическим нормам, требованиям. То есть каждый раз надо будет каждый участок просматривать. И это, ну, отведение участка в лучшем случае займёт, ну, минимум полгода. Ну, скажем, готов ли инвестор ждать полгода, чтобы его готовили к тому, что он получит только участок, да. Плюс это особый код, то есть это не земли государственного значения, это земли промышленности. То есть это определённый код. Ну, скажем, подбор участка всегда это очень сложный этот. Вот здесь же мы максимально упрощаем задачу инвестора. Он пришёл, мне надо, мы ему предоставили участок, буквально, ну, в течение 15 минут, за сколько принтер напечатает договор. Мы распечатали договор, он имеет уже документ. Что для инвестора, какие документы необходимы для того, чтобы, ну, мы ещё далеки от проектного финансирования. Ну, теоретически можно рассказать, Украина всё равно к этому придёт. Это первое, наличие земли, второе, технических условий на подключение и третье, рабочего проекта. Вот первое мы им даём, второе уже проще, потому как у тебя есть участок, где ты согласуешь свои мощности. А рабочий проект, ну, это уже конкретно каждому застройщику. Роль государства должна быть, ну, первая, то есть сопроводить инвесторов, взять под ручку и везти. Сколько уже есть компаний, которые согласились туда зайти? На сегодня четыре, это те, которые у нас уже подписаны договора и которые на сегодня на стадии проектирования. И вчера мы подписали пятый, но не будем его пока афишировать, потому что, знаете, как инвестиции, это как, как это называется, лучше не сгладить, да, пускай всё будет пока. Ну, скажем, какие направления больше, я так понимаю, интересуют? Первый, это у нас заходили инвесторы якорные, это что такое якорный инвестор? Это кто заходит первый, то есть первый даёт возможность подключаться к следующим, то есть такой принцип револьверный, то есть первый заходит, подключается и даёт возможность подключиться к другому. Либо же он создаёт тот бизнес, продукты, где есть, которого даёт возможность развиваться вторым предприятием. У нас такой первый якорный инвестор был завод химический, это синтез газ. То есть они путём когенерации углей, то есть в непрерывном реакторе, слово реактор это сразу не ядерный реактор, это называется такая закрытая топка, когда при доступе, при отсутствии доступа кислорода происходит горение, выделяется газ, газ идёт на производство метанола, выделяется дополнительно тепло, перегретый пар. Вот смотрите, пар, метанол и тепло, то есть мы получаем три продукта. И следующее у нас производство шло переработка метанола, то есть на сегодня в стране у нас, скажем, есть сложности с метанолом, поэтому это первое производство. На сегодня они да, подтверждают то, что они готовы это делать, то есть они занимаются проектированием, но процессы очень сложные. А известно что-то хотя бы по срокам, когда начнёт строиться первый объект? Ну, нам гарантировали весной, вот, к сожалению, ну, скажем, вот политическая ситуация напрягла нашим инвесторам, они попросили на осень, вот, то есть отложить этот, вот ждём сейчас осень решения. Значит, в концепции у нас, я не помню, сколько у нас, тысяча, да, рабочих мест планировалось? До пяти тысяч, да? То есть, да, это мы планировали, когда, как процесс регистрации индустриальных парков происходит, ты пишешь концепцию, то есть как ты видишь, делаешь зонирование, какие объекты должны быть, и потом всё это ты едешь защищать в кабинет министров, там собирается почтенная комиссия, каждый задаёт тебе вопрос, ты уверенно отвечаешь на них, но для Днепра это, как, когда я помню, я защищался, я говорил, вот представьте, если Днепр сегодня фактически находится ближе всех к передовой, ну, сейчас уже даже есть индустриальный парк и другие, но на тот момент это был самый близкий индустриальный парк к зоне АТО, если мы начнём строиться в зоне АТО, вот, ближе всех, то насколько, скажем, Украине начнут доверять? То есть, для нас это был показатель. И когда к нам первые иностранные инвесторы начали обращаться, их не пугало, в принципе, наличие боевых действий от 200 километров до индустриального парка. То есть, они прекрасно понимали, что сегодня эта линия, скажем, ну, это вопрос доверия. То есть, если у нас сегодня будут действительно там заводы иностранные, то, соответственно, мы можем уверенно смотреть и дальше в будущее. Это защита актива. Ну, мы вот учили, ну, смотрели опыт в других странах, то есть, я могу рассказать, как это работает уже в Литве, да. То есть, это был отдельный порт воинский, и мэр сказал, говорит, у нас было два вектора развития. Это доесть, скажем, порт, ну, условно доесть, то есть, вырабатывать его и прекратить его существование, и закрыть город. Либо же те деньги, которые мы не зарабатывали из порта, вкладывать в развитие инфраструктуры. Они приняли такое решение, выделили территорию, приняли законодательство, в этом плане они оказались более, скажем, такие динамичные. То есть, так как это порт, то, соответственно, сырье можно самым, скажем, дешевым способом доставлять до самого порта, до самого индустриального парка, до производства. И они за счет получать, международные банки под гарантией города, получают дешевый кредит. За счет дешевого кредита они строят инфраструктуру, то есть, создают помещение, полностью делают, скажем, цех готовый. А у нас возможно ли это? И, может быть, и стоит так делать? И насколько это дорого и тяжело? К сожалению, я не встретил, сколько, скажем, индустриальный парк, можно сказать, это работа энтузиастов. Я не встретил на сегодня вот такого понимания, чтобы мы зашли в кабинет министров, рассказали, они сказали, прекрасная идея, давайте, ведь правда парки нам сегодня нужны. Позиция такая, скажем, предыдущего кабинета министра, все должны находиться в равных конкурентных условиях. Что такое равные конкурентные условия? Это хоть в городе ты строил, хоть в индустриальных парках, все должны быть в равных условиях. Но при таком подходе, скажем, не взойдет инвестор. То есть, они когда заходят к нам, да, они говорят, какие преференции вы можете нам предоставить? То есть, ну, какие-то льготы, вы же государственное предприятие, но мы лично не можем предоставить. Может, вы нам это, да, мы вас сопроводим, да, мы вас наполним решительными документами, мы максимально комфортно вас заставим почувствовать в нашей области, в Днепропетровской. Но, к сожалению, от законодательных вот нет. Ну что ж, из рассказа Александра Коломийца примерно понятно, чем отличается подход к строительству индустриальных парков у нас и в странах Европы. Ну, как вы слышали, в европейских странах, таких как, например, Польша или Латвия, там строится какая-то инфраструктура. То есть, там уже строится практически готовое производственное помещение, подстанции, там строится цеха и уже на все готовое приходит инвестор. В нашей стране пока что вот такого подхода, к сожалению, нет. Поэтому инвестору предлагается, в общем-то, приехать в голую степь, в голое поле, где растет травка и самому все построить. Ему только облегчает вот эту бюрократическую работу с документами. Конечно, это, с одной стороны, лучше, чем ничего, но, с другой стороны, понятно, что этого недостаточно, если мы хотим выиграть конкуренцию у тех же наших соседей по Восточной Европе и привлечь инвесторов к себе. Поэтому хочется надеяться, что вот эти вот подходы будут усовершенствованы в ближайшее время и все-таки будет строиться какая-то инфраструктура. Мы изменим подходы к строительству индустриальных парков и, таким образом, улучшим условия для инвесторов и привлечем в страну больше инвестиций. Это была новая серия проекта New Crane. Подписывайтесь на канал и предлагайте в комментариях темы для новых выпусков и новых видеоблогов. Ну, а я пока прощаюсь с вами до следующего раза. Пока!